Превратить обычный трамвай в арт-объект на колесах – задача непростая, но выполнимая. И пять барнаульских команд-мастеров граффити с ней успешно справляются. Нужно только с полсотни баллончиков краски и несколько свободных дней, чтобы передать свое – художественное видение Великой Отечественной войны. Например, для Ивана Ильющенко она ассоциируется с песней «День Победы». Поэтому на его трамвае портреты авторов слов и музыки – Владимир Харитонов и Давид Тухманов. Также здесь нарисован молодой человек – это мой сын Степан. Мой сын Степан, и из него выливается музыка, которая в унисон рельсом, стуку колес. У Кристины Ананьевой-Головиной ассоциации другие. Связаны с культовым советским фильмом Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», где главную роль сыграл Василий Шукшин. Центральной темой здесь является любовь. Вообще сама фраза, на мой взгляд, очень такая концептуальная и актуальная и в наше время. Все пять команд – участники фестиваля уличной культуры «Токфест». В этом году его приурочили к 75-летию Победы. Из 12 заявок организаторы выбрали пять лучших. Их оценивают жюри, в составе которого и профессиональные художники, и жители Барнаула. В первую очередь, это эскиз, конечно же, совпадение с тематикой. У нас тематика – это 75-летие Победы. И профессионализм художников. Также организаторы фестиваля надеются, что такая инициатива станет отправной точкой в развитии барнаульского стрит-арта – уличного искусства. Самое важное, что мы всколыхнули художников этой инициативой, этим фестивалем. Я думаю, что мы положили начало хорошей традиции. Молодежь активно готова участвовать в изменении пространства и среды, в которой мы живем. Арт-трамваи проедут по главным маршрутам краевой столицы 9 мая. Но после Дня Победы радовать горожан не перестанут. Будут ездить как минимум три года. Владислав Кириенко, Сергей Балуев. Новости.